Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник». Полагаю, что из-за смещения времени не все смогли еще адаптироваться к новому расписанию, но я думаю, что это дело наживное. Может быть, пройдет неделька и две, и, соответственно, все подстроятся к тому, что теперь вебинар «Правильный понедельник» скорее всего будет выходить в 15.30 по московскому времени. Те, кто присоединился, большое спасибо! Сегодня нам есть, собственно, как и всегда, о чем поговорить, но, наверное, потому что мы стараемся, как и всегда, оценивать действительно реальную фундаментальную картину и прекрасно понимаем, что именно она в большинстве своих случаев является одним из ключевых, а может быть, даже главных катализаторов движения активов и, соответственно, той повышенной волатильности, которая представляет для нас наибольший интерес. Что касается сегодняшнего вебинара, как и всегда, пробежимся по ключевым событиям прошлой торговой недели, остановимся на основных из них, посмотрим, как они повлияли на динамику активов, после переключимся на события предстоящей пятидневки и, соответственно, заключительным слайдом также обозначим наши основные ориентиры по ключевым тандемам валютных активов. То есть, вместе с моей субъективной позицией, разумеется, у вас также есть свое видение рынка, у нас будет более объективный взгляд на те тенденции, которые сейчас характерны для рынка Форекс и, соответственно, более объективный взгляд на то, как же лучше использовать текущий фундаментальный фонд, чтобы реализовать его потенциал в динамике и спекулятивном трейдинге по основным валютным активам. Прежде чем перейти к вебинару, давайте проверим качество связи, как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением. Если все отлично, жду тогда плюсики, либо в рубрику общий чат, либо в вопросы. Как меня слышно, нет ли проблем с изображением и со звуком? Жду плюсики. Отлично. Те, кто постоянно посещает вебинар, знают, что если проблемы возникнут, можно будет сразу же, нужно будет сразу же об этом написать, чтобы я попробовал исправить ситуацию. Поэтому давайте тогда переходить к вебинару. Нас сегодня не так уж и много, но в целом, еще раз повторяю, что ничего страшного. Все-таки поменяли время. Большинство, конечно же, настроены, наверное, по-прежнему, исходя из привычки на 16.30 по московскому времени. Но все равно у нас вебинар будет в записи уже на нашем официальном канале на YouTube. И записи будут доступны уже завтрашнего утра. Давайте переходить к прошлым торговым сессиям, соответственно, прошлой торговой пятневки. И начнем, как и всегда, с динамики европейской валюты, которая очень даже неплохо начала прошлую торговую пятидневку. Ну, в принципе, нечто подобное мы наблюдаем и сейчас, что евро подрастает. В целом, несколько, конечно же, разнится с общей фундаментальной картиной. Но мы прекрасно понимаем то, что восходящий импульс главного валютного риска, тот, который мы наблюдаем на текущий момент, больше связан, конечно же, с техническими факторами и возможностью локального восходящего импульса после такой серьезной разгрузки, которую мы получили на заключительных двух торговых сессиях прошлой недели. Ну, давайте поговорим о прошлой все-таки пятидневке, потому что нас интересует, прежде всего, резонанс и то фундаментальное наследие, с которым мы подошли к новой неделе. Локальный хай, по сути, был достигнут, наверное, даже по итогам прошлого вторника. Он был зафиксирован в районе 1.13.86. И рост евро был больше похож во вторник на несколько отложенную реакцию трейдеров, на слабую макроэкономическую статистику из Китая. Напомню, что ключевые опасения за устойчивость темпов экономического восстановления мировой экономики провоцируют трейдеров на уход в безопасные активы. Этот сценарий действует на рынке. Действовал, действует и будет действовать всегда. Поэтому вы его обязательно должны учитывать, когда, соответственно, торгуете, тем более краткосрочно. Если у нас в качестве ключевого негативного фактора по-прежнему обозначен Китай, значит, несмотря на публикацию прочих макроэкономических данных, если внутри дня есть статистика, которая касается Китая, мы, разумеется, следим за ней, смотрим за этими данными. И если получаем еще один, соответственно, сигнал для ухудшения настроения в отношении экономики Поднебесной и сигнал, который будет создавать достаточные условия для еще большего экономического падения и просадки, значит, начинаем в тот же момент использовать следующий сценарий. Это уход в защитные активы, это японская иена и швейцарский франк. Ну, если кто-то из вас интересуется еще и деривативами, производными финансовыми инструментами, это облигации, но я думаю, что таких немного и ничего страшного, если больше будете делать ставку на франк и иену, потому что это идеи, которые неплохо себя отыгруют, а европейская валюта, как я уже неоднократно отмечал, является здесь валютой финансирования, фондирования и активом, который, по сути, предопределяет операции Керитрей. То есть евро затариваются, закупаются, потому что евро потом конвертируют как раз в франки и японскую иену. Почему закупаются именно главным валютным риском? Потому что ставки крайне низкие, 0,05%, ниже, по сути, некуда в прямом смысле. И это действительно неплохая возможность, скажем, запастись очень большими, скажем, фондами ресурсного характера, для того чтобы профинансировать сделки институционального уже масштаба. Это так для тенденции. Если мы, соответственно, анализируем статистику по Китаю, прекрасно понимаем то, что такой сценарий может иметь место быть, и, соответственно, его не стоит игнорировать. В понедельник мы получили слабые данные по Китаю, в частности, ВВП 6,9% против прогноза 7%. Блок статистики, это еще и объем инвестиций, капиталовложений, которые также просели 10,3% против прогноза 10,8%. Это промышленное производство и того хуже, 5,7% против прогноза 6%. И логично было бы ожидать роста главного валютного риска по итогам первой торговой сессии, то есть понедельника. Но этого не произошло, как я уже отметил, потому что во вторник мы, скорее всего, имели дело с, скажем, несколько отложенной реакцией, потому что интерес к евро как раз появился только на вторую торговую сессию прошлой недели. Но все равно сценарий себя реализовал, мы отыграли и слабую статистику по Китаю, и, собственно, операции керри-трейда. Но это что касается каткосрочного трейдинга. Те, кто залез в расположение главного валютного риска на долгосрок, то есть с учетом позиционного настроя и ожидания коррекции, они, разумеется, дождались своего профитного ориентира, который мы обозначили уже много месяцев назад. Я каждый правильный понедельник и каждый прифинг возвращался к этим целям, отмечая то, что не нужно поддаваться на всеобщее рыночное заблуждение, которое присутствует на рынке, потому что по-прежнему куда больше факторов европейского происхождения, позволяющих делать ставку на разгрузку главного валютного риска. Просто нужно было держаться. Да, для кого-то это было трудно, особенно для тех, кто несколько, скажем, преувеличивает и злоупотребляет с рисками, торгует с большим плечом, но тех все-таки, кто подходит к долгосрочному трейдингу правильно и не допускает нагрузку на депозит по плечу больше даже 20-го плеча, терпели просадку, прекрасно понимали, что они имеют дело с рабочим вариантом неудачи локальной, потому что в целом, скажем, эта рабочая неудача, она в конечном счете конвертировалась, опять же, в реализацию тех профитных ориентиров, которые мы ставили. Надеюсь, что среди вас есть и трейдеры, которые прислушались к моей цели и к, скажем, тем настроениям, которые я пытался до вас донести, объективные настроения, характерные для всего валютного блока, и, соответственно, прокатились на этом коррекционном движении вплоть до уровня 1.10, потому что локальный минимум по паре евро-доллара, это, по сути, августовское значение, было даже зафиксировано еще ниже уровня 1.10. Вернемся все-таки к основным макроэкономическим событиям прошлой недели, и давайте проследим, наверное, тот фундаментальный фонд, с которым мы постепенно подошли к пресс-конференции Европейского Центрального Банка, к публикации ставки, ставки рефинансирования, ставки по депозитам, и, собственно, той словесной риторики, которую мы услышали от Драги. Сначала была опубликована во вторник европейская статистика по индексу цен производителей. Если вы помните, я делал на этом отчете особый акцент, делал на него, поскольку мы увидели месячный показатель минус 0,4% против прогноза роста на 0,1%. И, как следствие, если кто-то из вас забыл, ничего страшного, напоминаю, что для нас, для трейдеров, которые сейчас стараются внимательно следить за фундаментальным и новостным фоном европейского происхождения, статистика, которая касается инфляции, имеет ключевой приоритет, потому что мы знаем, что именно из-за угрозы с начала дефляции Европейский Центральный Банк в марте 2015 года пошел на беспрецедентные меры экономического стимулирования, анонсировав программу количественного смягчения на сумму 60 миллиардов евро в месяц, которая будет пока в теории продолжаться до сентября 2016 года. Но мы уже прекрасно знаем, что основания, чтобы продлить эту программу, уже присутствуют на рынке, поэтому, думаю, 99,9, если вы позволите мне с такой точностью и вероятностью говорить, можно смело настраиваться на то, что эта программа уйдет и за сентябрь 2016 года. Значит, мы будем говорить о том, что общая, скажем, инициатива европейского мегарегулятора, которая была направлена на расширение баланса Центрального Банка до уровня 1,1 трлн евро, может уже иметь совершенно иную целевую планку. И, соответственно, рост денежной массы, как в теории, будет провоцировать расширение этого баланса и тем самым оказывать повышательное давление на индекс потребительских цен. Ну и, может быть, в теории, конечно же, давайте поболеем все-таки за Европейский Центральный Банк, им удастся выйти на те целевые показатели по индексу потребительских цен, которые были поставлены больше, по сути, двух лет назад. Это 2% годовых. Сейчас отрицательный уровень минус 0,1%. Прошло много месяцев с тех пор, как Европейский Центральный Банк запустил программу количественного смягчения. И на текущий момент вы прекрасно видите, что так и не удалось разогнать общие показатели по инфляции. Он, напротив, снижается. Но, может быть, все карты испортило падение цен на энергоносители. Хотя не может быть, а 100%. Потому что именно снижение цен на энергоресурсы стало ключевым фактором, опять же, тотального снижения уровня инфляционного давления буквально по всем развитым рынкам. И еврозона здесь не исключение. Мы знаем то, что и по Англии уже зафиксирована дефляция также минус 0,1%. Мы видим то, что в Канаде показатель снизился, снижается в Австралии, в Новой Зеландии и в США. Но Соединенные Штаты Америки в этом плане, конечно же, молодцы. При всех актуальных тенденциях, характерных для мировой экономики, ему удалось пока удержать этот индекс на положительной территории и избежать его ухода, соответственно, в отрицательный сектор. Поэтому каждый раз, когда у нас есть возможности проследить через производные макроэкономические отчеты потенциальное, скажем, влияние и либо потенциальные показатели по уровню инфляции в рамках еврозоны, мы пользуемся этой возможностью. Индекс цен производителей – это один из этих отчетов. И если у нас есть уже объективные предпосылки полагать, что этот индекс на фоне фактов снижается, я думаю, что эта тенденция сохранится, значит, индекс ватриберских цен также будет тяготеть к еще большим отрицательным территориям. Годовой показатель просел до уровня минус 2,1% против прогноза 1,8%. Я думаю, что этих отчетов было уже достаточно, чтобы во вторник снова вернуться к перспективам расширения индекса потребительских цен в рамках еврозоны и понять то, что ЕЦБ с большой долей вероятностью может реально действовать уже по итогам прошедшего заседания. Но мы надеялись, что если и не услышим фактических решений, то, по крайней мере, получим такую вербальную установку о том, что эти меры, доп. стимулы, они не за горами, без них экономика не справятся, и мы, соответственно, их дождемся. Доллар во вторник добрался до уровня 120, даже невзирая на то, что председатель Федеральной Незервной Системы Джанет Хеллин так и не оказал ему должной поддержки, поскольку в ходе своего выступления Джанет Хеллин так и не коснулась программы денежно-кредитного курса и, соответственно, монетарного вектора политики. Ожидали, на самом деле, многие участники рынка того, что Джанет Хеллин прольет свет на перспективы действия американского регулятора по повышению процентных ставок, но, видимо, Джанет Хеллин, понимая, насколько этот вопрос серьезный, чтобы лишний раз не провоцировать, не злить, не нервировать трейдеров, предпочла вовсе опустить эти вопросы. Но ничего страшного, потому что мы и без поддержки Джанет Хеллин прекрасно знаем, что можно, чего можно ожидать от американской экономики в целом и, на самом деле, к чему готовиться, в отношении чего настраивается, потому что ФРС по-прежнему остается мегарегулятором номер один, который при прочих районных условиях с другими площадками первым пойдет на повышение процентных ставок. И даже такой абстрактный фон, не будем цепляться за отдельные, скажем, валютные активы, я просто хочу, чтобы вы осмыслили тот факт, что ФРС у нас будет действительно первым мегарегулятором, который ужесточит монетарную политику. А вот прочие регионы, Япония, Еврозона, Австралия, Англия, Новая Зеландия, это все площадки финансовой рынки, которые спят и видят, как бы пойти на дополнительные меры экономического стимулирования, чтобы помочь экономике в целом. И этот контраст монетарных режимов, политик, он будет ключевой долгосрочной фундаментальной идеей, позволяющей делать такую же долгосрочную ставку на рост американца и верить в полномерные распродажи прочих выисковых инструментов, ну и, разумеется, тех активов, которые стоят за экономиками, которые я назвал. Что касается, соответственно, других активов, обратимся к динамике фунта, который коснулся также практически локального хая в районе 1.55.05. Однако удержаться во вторник британской валюте на этом уровне так и не удалось. Оптимизм в отношении фунта был связан с формулировками, высказываниями, комментариями представителей Банка Англии Маккаферти о возможности скорого повышения ставка. Но я думаю, что почему фунт не смог удержаться выше уровня 1.55. Хочется верить, что ключевая причина – это все-таки осознание рынком того, что условий и оснований для повышения процентной ставки в рамках британского мегарегулятора по-прежнему нет. И, честно говоря, это действительно оправданные, скажем, заявления с моей стороны, потому что, еще раз напоминаю, мы регулярно делаем ставку на актуальный новостной фон и на фоне снижения производственной активности, падения экспорта, замедления индекса потребительских цен, мы прекрасно понимаем то, что ужесточать монетарную политику в текущих условиях – это смерти подобно, потому что повышение ставки сразу же приведет к укреплению курса национальной валюты, а укреплять национальный актив тогда, когда серьезно просеют экспорты, соответственно, присутствуют актуальные угрозы за конкурентоспособность национальных производителей – это глупо. Мне кажется, если Банк Англии пойдет на это, может возникнуть даже вотом недоверие к тем монетарным властям, которые отвечают за денежно-кредитный курс и политику. Ну, либо это будут уже тотальные и точные обвинения в пользу того, что монетарные власти явно спекулируют в свою пользу на комментариях со своей стороны, то есть злоупотребляют своей властью и полномочиями. Это, конечно же, совсем уж деликатная такая щепетильная тема. Я предлагаю все-таки несколько отойти от нее. Все-таки мы следим за актуальным новостным фоном и прекрасно понимаем, что сейчас наша позиционная ставка на ослабление пункта – она правильная. Во вторник серьезно просела и нефть, которая вернулась в район 48 долларов за баррель. Распродажи нефти последовали после выхода данных по запасам нефти США. Я отмечал то, что сейчас для нефтяного актива, пожалуй, очень неплохие условия созданы для того, чтобы следить нам за динамикой запасов и использовать эти локальные макроэкономические отчеты для того, чтобы торговать и позициями, в целом даже не позициями, а активом, то есть черным золотом. Запасы. Во вторник у нас сначала частная оценка по версии АПИ, согласно которым запасы увеличились на 7,1 миллиона против прогноза 4,5. После этого последовала уже оценка от Минэнерго США. Но в целом к нефти мы еще вернемся дальше в ходе вебинара. Но я прекрасно понимаю то, что те, кто следит за брифингами, они уже в курсе, что запасы уже и по версии официальных статистов создали достаточно условий для распродажа позиций черного золота. Отметился также в середине прошлой недели канадец, в частности благодаря обновленному вектору денежно-кредитной политики, то есть Банка Канады. В частности, Банк Канады сохранил процентные ставки на крайне низком уровне, на целых 0,5%. И одним из центральных аспектов отчета по денежно-кредитной политике канадского мегаревулятора было обсуждение текущей актуальной ослабления в целом экономики. Ссылаясь на этот факт, Банк Канады снизил прогнозы роста на 2016 год и первую половину 2017 года, отодвинул сроки, когда канадская экономика, как и ожидается, вернется к стабильным темпам экономического восстановления, полной загрузки мощностей и, соответственно, целевому показателю по инфляции в 2%. Произойдет это между нами не раньше 2017 года. Я думаю, что Банк Канады еще не раз пересмотрит свои прогнозы, понимает то, что из-за актуальных котировок нефти, сохраняющихся предпосылок для еще большего ослабления, разумеется, не нужно настраиваться на разгон индекса потребительских цен, потому что сейчас снижение цен на энергоисус – это бич буквально для этого показателя. Ожидается, что экономика Канады вырастет на 1% в 2015 году, на 2% в 2016 году и 2,5% в 2017 году. Хотя, между нами, так же говоря, я полагаю, что 2016 год Канада закроет с гораздо более скромным показателем, потому что рынок недвижимости, который до этого выступал одним из ключевых факторов разгоняющего характера для экономики в целом, так же постепенно ослабеет и закладывает дополнительные риски для канадской экономики в целом. После того, как снова поехали сроки по достижению целевого показателя по инфляции и были отмечены актуальные риски для экономики, мы увидели серьезное ослабление канадцев. В частности, в рамках торговой сессии USDCAD прибавило около 150-160 пунктов и добралось до уровня 1.3137. Локальный хай в прошлой неделе был зафиксирован даже еще выше. Продолжила ослабеть нефть, как я уже отметил после данных по АПИ, у нас были уже официальные цифры от Минэнерго США. Здесь еще более существенный прирост, плюс 8 миллионов баррелей за прошлую неделю против прогноза 3.86. Я думаю, что завтра, когда мы вернемся, точнее, в ходе брифинга в среду, мы поговорим про официальные данные по, точнее, данные по запасам нефти по АПИ, мы будем констатировать еще один прирост, а уже официальная статистика среды еще раз укажет нам на то, что этот локальный фактор присутствует на рынке и наше позиционирование связанное с тем, что Brent еще может умудриться, чтобы просесть в район 45, это позиционирование будет также вознаграждено, потому что, действительно, это правильный расчет. Я советую вам не отказываться от идеи, которая предполагает еще больше ослабления нефтяного актива. Так мы медленно, но верно подошли к самому главному событию прошлой недели. Это, разумеется, ставка рефинансирования, ставка по депозитам со стороны Европейского Центрального Банка, но, как показала уже сама торговая сессия четверга, куда больше интереса вызвали формулировки, комментарии и пресс-конференции руководства ЕЦБ после публикации ставки. Но обо всем по порядку. Ставка рефинансирования на прежнем уровне осталась на 0,05%, где она была, собственно, и год назад. Ставка по депозитам Европейского Центрального Банка также осталась на отрицательной территории, на прежнем значении минус 0,5%, что означает, что банки по-прежнему готовы платить центральному банку за хранение денег. В ходе брифинга я уже обрисовывал, почему в рамках ЕЦБ мы наблюдаем отрицательные ставки по депозитам. Здесь все предельно просто. Европейский мегарегулятор не хочет, чтобы коммерческие банки аккумулировали средства в рамках ЕЦБ, а, напротив, заинтересован в том, чтобы банки выкидывали деньги в экономику, соответственно, стимулировали процессы корректования, развивали бизнес и создавали условия, при которых заем средств на внутреннем рынке по таким смешным, на мой взгляд, процентным ставкам, особенно по сравнению с теми, которые наблюдаются сейчас в рамках российской экономики, выступали бустом для, соответственно, промышленного сектора, для последующей потребительской активности и все-таки оказывали такой оздоравливающий эффект для экономики и в целом позволяли бы валютному блоку снова замахиваться на амбициозные цели по темпам экономического восстановления выше 2%. Сейчас пока это маловероятно, особенно учитывая, что каждый слабый макроэкономический релиз промышленного сектора, сектора услуга, которые напрямую влияют на общие показатели экономического восстановления, создают основания для того, чтобы инвестиционные банки и рейтинговые агентства постоянно пересматривали прогнозы по экономическому расширению. И сейчас в идеале, если экономика валютного блока вырастет на 1,7% в рамках 2015 года, хотя я думаю, что это весьма оптимистичная оценка, особенно после подтвержденных, опять же, Марио Драги рисков со стороны Китая и замедления экономического восстановления других развивающихся площадок. Поэтому валютный блок и еврозона в целом у нас по-прежнему очень неспокойный регион с точки зрения экономической слабости. И даже одного этого уже должно быть достаточно, чтобы европейскую валюту долгосрочные трейдеры рассматривали в числе аутсайдеров и верили в то, что евро должно торговаться даже ниже текущих значений. Когда евро был на уровне 1,15-1,14, я, скажем, в кулуарах бесед отмечал тот факт, что евро весьма перекуплен на текущий момент инструменты. Как только трейдеры вернутся, разумеется, к осознанию общей слабости именно валютного блока, позабудут несколько рисков, связанных с Китаем, то мы и увидим то самое серьезное падение этого инструмента, те активные распродажи, которые имели место быть буквально в моменте в рамках нескольких торговых сессий прошлой недели, когда евро свалилось до уровня 1,10. И опять же, забегая вперед, я хочу сказать то, что это еще не предел. Евро может также динамично просесть буквально и до уровня 1,08-1,07. И я не думаю, что у кого-то вызовет это вопросы, потому что все начнут говорить о том, что это было ожидаемо, это было предсказуемо, потому что статистика, опять же, ожидание новых мер экономического стимуляции, все располагало к тому, что евро будет положиться в числе, находиться в числе аутсайдеров. Поэтому, если есть, конечно же, искушение сейчас среднесрочным трейдерам, краткосрочным трейдерам войти в длинные сделки, полагаю, что дно достигнуто, я обеими руками просто призываю вас воздержаться от этих локальных, не скажем, обдуманных порывов, потому что долгосрочно все-таки имеется основание для еще большей просадки главного валютного риска. Я допускаю то, что может быть локальный выпад, потому что такая коррекция, она обычно заканчивается обратной тягой технического характера. Но считаю то, что если мы в сделку по евро-доллару зашли на более высоких уровнях, даже с значением 1.13, это значение и уровень, с которого я рекомендовал поставить отложку селл-стоп, вы уже находитесь в хорошем профите. Нужно, соответственно, находиться в этой сделке, по возможности не закрывать ее, поскольку у нас по-прежнему серьезные, скажем, предпосылки для еще большей коррекции и снижения главного валютного риска против американского доллара. Теперь перейдем, собственно, к самой конференции, потому что то, что ставки не изменили, это практически не оказало никакого влияния на поведение евро. Но вот последующая после этого пресс-конференция, она уже имела совершенно очевидную реакцию, потому что евро стало активно валить. Почему? Потому что Марио Драги со свойственным ему красноречием дал понять рынку и участникам финансовых площадок, что расширение программы количественного смягчения, это по-прежнему вопрос, который стоит на повестке дня, он обсуждался, опять же, в рамках монетарного руководства. И скорее всего, ЕЦБ признает тот факт, что более, наверное, действенных инструментов в рамках ЕЦБ попросту нет. А значит, расширить программу будет необходимо, и произойти это может уже в рамках декабря. Драги также отметил наличие понижательных рисков в связи с замедлением темпов роста китайской экономики. Ну и, разумеется, коснулся, опять же, прочих развивающихся рынков, которые смотрят в том числе из-за еврозоны, понимают то, что Китай тухнет, еврозона падает, да и, в принципе, темпы экономического восстановления США тоже вроде бы как на хороших уровнях, но все равно не настолько бы хороших, которые мы хотели бы видеть, особенно в преддверии повышения процентной ставки. И эта общая слабость, она создает, опять же, такой негативный настрой в отношении всей мировой экономики. И трейдеры прекрасно понимают то, что рисковые инструменты и развитые рынки, развивающиеся площадки, они находятся под угрозой вот этого замкнутого круга, общего тотального падения и снижения. Причина – это такое же тотальное падение потребительской активности, потребительского спроса. Думаю, что в качестве такого реаниматора может выступить Китай, но говорить о том, что Китай нащупает основания для улучшения и восстановления темпов роста, пока преждевременно, даже несмотря на те меры экономического стимулирования, которые задействуют Народный банк Китай. Напомню, что в пятницу мы увидели еще одно снижение как ставки по депозитам, так и на ставки по кредитам. Также были смущены требования по нормам обязательного резервирования. Это меры направлены не только на оздоровление экономики, но и для того, чтобы придать статус национальной валюте, то есть юаню больше оснований для того, чтобы она оказалась в числе свободно, скажем, конвертируемых, а соответственно и международных резервных активов. Это также очень интересная тема. Если она вас интересует в каком-то ключе, разумеется, жду тогда вопроса на нашем официальном форуме, на форума Markets. Еще раз повторяю, что у меня есть там своя ветка. С удовольствием с вами, соответственно, побеседую на эту тему и проясню те нюансы, которые являются для вас непонятными. Идем дальше. Если от еврозоны мы получили достаточно сигналов того, что стоит готовиться к решению программы количественного смягчения, тогда будем готовиться. Не будем, соответственно, тянуть все одеяло на себя, пытаться переграть рынок. Если основания созданы, значит, давайте будем все-таки их использовать с прочими участниками рынка. Евро корректируется долгосрочно, имеет основания для еще большей слабости, значит, не будем отказываться от идеи, направленной на еще большее ослабление главного валютного риска. Как следствие четверга мы увидели то, что евро валилось больше, чем на 250 пунктов, добравшись до уровня ближайшей поддержки. Я думал тогда наивно, что уровень 1.11 сначала выстоит, мы сможем увидеть проторговку, но на самом деле уже в пятницу евро пошло дальше и смогла добраться до еще более серьезного уровня поддержки, это 1.10. И также этот уровень был протестирован, но он уже в отличие от значения 1.11 устоял. Идем дальше. Доллар японская иена. В четверг мы видели серьезное укрепление американца против японского актива, по сути уровень 120.67. В пятницу восходящее движение продолжилось, поддержку для американца, поддержка была оказана со стороны национальных макроэкономических данных, в частности, первичные заявки на пособие по безработице 259 тысяч, против прогноза 265 тысяч. Продажи на вторичном рынке жилья в сентябре выросли на 4,7%, до 5,55 миллионов домов. Это также гораздо лучше прогнозов и ожиданий. Что касается, опять же, рынка труда, я еще раз отмечаю, что если заявки мы видим ниже 300 тысяч, значит это несомненный позитив. Рынок недвижимости также уже длительный период времени нас радует и не позволяет отказываться от покупки американца, потому что мы прекрасно понимаем, что рынок недвижимости, будучи одним из самых серьезных секторов для американской экономики, оказывает поддержку в целом всей экономикой Соединенных Штатов Америки и, разумеется, той идеей, которая направлена на рост американца. Что касается других отчетов, стоит отметить также ручные продажи в Англии. Это отчет четверга, в частности, годовой показатель вырос до 6,5% против прогноза 4,8%. Локально мы видели то, что фонд позитивно отреагировал на этот отчет, действительно стал активно расти, но вот удержаться выше уровня 1,54 ему, по сути, так и не удалось, потому что в четверг после опять ручных продаж мы все-таки больше сфокусировались на ЭЦБ, на анонсе новых мер экономического стимулирования, прекрасно понимали, что задействование этих мер станет причиной даже посредством комментариев, анонсов и вербальных заявлений станет причиной ослабления главного валютного риска, а фонд из-за высокой степени корреляции не будет отставать от европейского валюта и также начнет корректироваться. Эта логика оказалась железобетонной, в принципе, такие тенденции мы и наблюдали, и вплоть до пятницы фунт, соответственно, ослабел и даже ушел против доллара ниже уровня 1,53, где мы, собственно, должны были войти, соответственно, в сделку. Хотя, честно говоря, сейчас, секундочку, посмотрим актуальное значение, уровень 1,53, поддержку мы так не зацепили, поскольку минимальное значение 1,53,09, поэтому наш отложенный ордер селстопа выставил, пока он находится в рынке, и мы, соответственно, ждем повторного пробоя этого уровня и уже готовимся взойти в короткую сделку. Что касается пятницы, здесь из важных отчетов стоит отметить только данные по индексу потребительских цен в Канаде. Месячный показатель, особенно я хочу сделать на него акцент, ушел в отрицательную зону, минус 0,2% против прошлого нулевого уровня. Чем интересен отчет по индексу потребительских цен? Ну, наверное, тем, что фиксирование дефляции в рамках этого региона создает достаточно оснований для канадского монетарного руководства, чтобы действовать, в принципе, поскольку дефляция – это возможность для новых мер экономического стимулирования, без каких-либо угроз, скажем, за то, что инфляция может выйти за пределы целевых значений. Для Канады, собственно, как и для других рынков, достижение целевого значения по инфляции – это пока просто одна из ключевых задач, то, чего, скажем, надеются увидеть монетарные власти, но я думаю, что пока вряд ли увидят. Поэтому снижение процентной ставки, оно вполне возможно, и я думаю, что мы увидим до конца этого года еще один шаг по новым мерам экономического стимулирования. А значит, USDCAD из-за роста американца и соответствующего ослабления канадской валюты, то есть даже из-за расхождения монетарных политик, потому что ФРС повышает ставки, а Банк Канады будет снижать процентную ставку. Этого вполне достаточно, чтобы добраться до нашей долгосрочной цели, которая сейчас находится в районе 1.35. Я думаю, что мы действительно имеем по-прежнему все основания, чтобы протестировать это мощное сопротивление. И этот фон, скорее всего, будет создавать для этого хорошие условия. Я советую вам рассмотреть возможности трейдинга по этому дуэту валютных активов. Собственно, из основных макроэкономических событий все. Давайте плавно перейдем к этой неделе. Завтра у нас данные по ВВП Англии. Посмотрел я сегодня отчет по ожиданиям. Если годовой показатель, в принципе, без изменений, что касается квартального, здесь уже эксперты рынка прогнозируют снижение квартального отчета. И если по факту мы увидим то, что ВВП квартального характера просел, значит, я уверен, что трейдеры снова вернутся к тем рискам, которые мы с вами уже неоднократно констатировали для Канады из-за слабости промышленного сектора, сферу струк, падение экспорта, снижение инвестиций, капиталовложения в этот регион и, разумеется, угрозам дефляции. Поэтому спекуляции на тему отсроченных периодов повышения процеды ставки снова станут актуальными и будем искать возможности для продаж британца. Надеюсь, что уровень 1,53, скажем, будет достигнут. Сработает наш отложенный ордер «Селл Стоп» и мы вместе с, наверное, многими участниками рынка, которые сейчас также не поддаются общему рыночному заблуждению касательно того, что в рамках Англии все нормально и стоит поверить комментариям председателя Банка Англии Карни о том, что повышение процедной ставки произойдет уже в 2016 году. Я думаю, что все-таки думающие трейдеры прекрасно понимают, что не произойдет этого. А значит, фунт можно продавать против доллара и метить даже в район 1,50. У нас более скромные цели – это 1,52, но те, кто хочет прямо снять все сливки, наверное, можно будет прокатиться и до уровня 1,51. В среду изменение запасов нефти и нефтепродуктов, ну и, конечно же, главный, серьезнейший отчет этой недели – это решение по процедной ставке ФРС в 21,00 по московскому времени. Очень много мы уделяли уже внимание, опять же, американскому регулятору, предстоящему голосованию и тому, какую же позицию все-таки выберут голосующие члены касательно нормализации денежно-кредитного курса. И если вы забыли, ничего страшного, напоминаю, что сейчас больше действительно фокус внимания смещается в пользу того, что руководство, наверное, будет высказываться за ужточение монетарной политики и за повышение процедной ставки до конца 2015 года. Честно говоря, вероятность того, что по итогам этого заседания мы увидим повышение процедной ставки не так уж и велика. Но вот вероятность того, что повышение ставки произойдет в декабре 2015 года, здесь уже гораздо выше. Поэтому я продолжаю делать ставку на усиление позиций американца, верю, что вслед за тестированием сопротивления, которое сейчас по паре USDE назначится в районе 121.50, будет уровень еще выше. И мы так планомерно доберемся даже, может быть, уже до декабря к значению 125. Но там последует уже фактическое решение и, соответственно, еще больший буст, ускоритель для американца. Как ни крути, еще потенциал роста не исчерпан американца и ожидание повышения процедной ставки, как полагают многие, еще не дисконтировано и не заложено в стоимости этого актива. Американец цепляется за любую фундаментальную поддержку сейчас и, разумеется, не хочет отдавать вот эти, скажем, бразды лидерства ни одному своему конкуренту, а хочет захоронить за собой статус лидирующего актива и наиболее динамично растущего. Тогда давайте не будем ему препятствовать, дадим зеленый свет и позволим добраться до нашей цели, которая сейчас маячит в районе 125. Это совсем в идеале бы, конечно, чтобы мы добрались до этого значения. Следует также решение Резервного банка Новой Зеландии, но вряд ли Новой Зеландии со своим мегарегулятором сейчас пойдет на дополнительное смягчение экономической политики, потому что, судя по комментариям председателя Резервного банка Новой Зеландии Уиллера, нужно еще посмотреть за влиянием прошлого шага по смягчению экономической политики. И если Резервный банк вернется к решению о повышении процедной ставки, произойдет это в начале декабря. Соответственно, в целом наше позиционирование не меняется. Мы давно делали ставку на то, что Резервный банк Австралии не обойдется, то есть Резервный банк Новой Зеландии без дополнительного шага по смягчению экономической политики. Нам просто осталось его дождаться и все-таки следить за еще статистикой по Китаю, не забывая о том, что Китай это один из стратегических и основных партнеров для Новой Зеландии. Поэтому в целом у нас достаточно сейчас оснований для того, чтобы также, несмотря даже на локальный выпад нового новозеландца и австралийца, по-прежнему склоняться в пользу коррекционных идей по паре OutUSD и, соответственно, NZDUSD. Потому что если решение по ставке будет анонсировано, коррекция не заставит себя долго ждать и, в принципе, может спровоцировать ослабление больше, чем на две фигуры прямо в моменте. Самое главное, чтобы в этот момент вы ни в коем случае не находились в длинных сделках, потому что потом останется, соответственно, кусать губы, потому что вы будете помнить то, что я говорил, что сейчас трейдинг, направленный на длинные сделки, он очень опасен по этим активам. В четверг первичные заявки на пособия по безработице, индекс потребительских цен по Германии. Это ключевые отчеты, на которые нужно будет обратить внимание. Но даже несмотря на то, что статистика серьезная, в целом, я полагаю, все-таки будем мы и дальше резонировать от фундаментальной насыщенной среды и, соответственно, от решения ФРС по ставке. Поскольку даже если мы не увидим этого прорывного решения, будем спекулировать и обсуждать комментарии представителей ФРС касательно того, когда же все-таки мы увидим и дождемся этого судоносного решения. Первичные заявки. Как ни крути, показатели будут ниже 300 тысяч, а значит уже можно говорить о том, что первичные заявки в четверг можно будет использовать в качестве фактора поддержки для доллара. Что касается индекса потребительских цен Германии, прошлые несколько недель мы констатируем исключительную слабость по этому отчету и после публикации слабых данных по индексу потребительских цен Германии готовимся к такому же слабому отчету по еврозоне в целом. Уверен в том, что этот четверг не исключение. Получив подтверждение еще большего снижения уровня инфекционного давления в ведущей экономике валютного блока, будем готовиться к еще большей просадке инфляции и еврозоне. То есть по-прежнему будем говорить о необходимости мер экономического стимулирования и все-таки расширение программы количественного смельчения в рамках еврозоны может быть до 80 миллиардов евро в месяц. И в пятницу в качестве противовеса против доллара хочу отметить особенно решение Банка Японии выделил, скажем, подчеркнул эти фундаментальные события, поскольку велика вероятность того, что Банк Японии анонсирует новые меры экономического стимулирования, поскольку без них уже никак не удается обойтись. Плюс ко всему в ходе этого заседания будут пересмотрены оценки экономического расширения, прогнозов по инфляции и, как я уже отметил, возможно руководство японского мегарегуляторов пойдет на совсем уж такие проактивные агрессивные шаги и расширит текущую программу количественного смельчения, которая объединяет 80 триллионов иен в год. Может быть речь уже пойдет о сумме в 100, точнее 80 триллионов иен, а 100 триллионов иен в год. Соответственно для национального валютного актива японской иены это фактор серьезного ослабления, что в целом можно будет использовать как еще один фактор для роста пары USD иена, потому что USD иена это, наверное, самый типичный, самый интересный контраст монетарных политик, о чем я, в принципе, уже говорил. В пятницу нас ожидает еще решение по процентной ставке в России. С большой долей вероятностью мы, скорее всего, увидим снижение ставки до 10%, что, наверное, окажет давление на позиции национальной валюты и станет причиной движения пары USD и RAP может быть выше уровня 63.50. Но все зависит от того, где к этому моменту будет торговаться российская валюта. Учитывая то, что мы сделали ставку на ослабление нефти, я снова анонсирую возможность еще одного витка девальвации рубля и, соответственно, движения выше 65 рублей против доллара. И также можно будет обратить внимание на динамику личных расходов и доходов, потому что если в США мы увидим статистическое подтверждение роста доходов, значит это будет говорить о росте заработной платы, а, соответственно, и о еще одной предпосылке для разгона индекса потребительских цен, поскольку слабые показатели по инфляции еще заставляют многих голосующих членов отказываться от решения в пользу повышения процентной ставки. Если личные доходы подрастут, на что я делаю большую ставку, значит будем спекулировать на тему, опять же, нормализации денежно-кредитной политики до конца 2015 года. Но в целом это все полностью укладывается в наш общий, единый такой фундаментальный посыл, который направлен на укрепление и усиление позиций американца вдоль всего рынка и против всех своих основных конкурентов. От длинной идеи по доллару не отказываемся и в качестве цели на эту неделю я отметил возможность движения пары USD-йена вплоть до уровня 122. По евро-доллару ждем коррекции до следующей поддержки 1.09, а вот USD снижение в районе 0.72 и фунт, надеюсь, что завтрашние ВВП станут триггером для разгрузки и позволят фунту скорректироваться и добраться до более низких ценовых значений в районе 1.52.80. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, задавайте, попробую на них ответить. Хороший вопрос. Отвечая на него, пожалуй, стоит действительно сделать ставку на то, что отсутствие решения сейчас вызовет консолидацию, может быть, даже в довольно-таки широком канале, но вряд ли пара сможет уйти ниже поддержки 118.50. Полагаю, что все-таки отсутствие решения сейчас не снимет этот вопрос с повестки обсуждения и сохранит вероятность этого решения до конца 2015 года. Если вы долгосрочный трейдер, я советую даже не использовать сейчас стопы в трейдинге этой валютной пары, потому что все-таки ФРС у нас не тот коллапс, который мы наблюдали по Китаю, вряд ли мы сможем увидеть прям какую-то катастрофическую реакцию, связанную с ослаблением у американца. И в идеале бы, если решение по факту мы не услышим, коррекция все-таки будет незначительная и трейдеры начнут уже больше спекулировать на то, что вероятность этого решения до конца 2015 года повысится, поскольку лично я полагаю, что и ФРС намекнет на то, что американский мегарегулятор готовится к этому супоносному решению и оно с значительной вероятностью будет анонсировано до конца 2015 года. Поэтому максимум, наверное, разгрузки пары USD-йена это пунктов 100-150, но в идеале мы не увидим даже и этой коррекции. И в целом, еще раз напоминаю, что ни в коем случае не нужно сейчас отказываться от роста американца, потому что, опять же, динамика последних недель, тот факт, что мы очень длительный период времени наблюдали консолидацию про торговку в районе 120, потом коррекция была там 119, потом доллар, опять же, очень неплохо отыграл этот локальный нисходящий, выпад забрался гораздо выше, локальный хай прошлой недели выше значения 121. Все это явно указывает на то, что доллар действительно лидер рынка и, собственно, это лидерство он планирует сохранять и дальше, вплоть до решения о повышении процентной ставки. Поэтому от роста USD-йена не отказывайтесь, держитесь и, соответственно, не поддавайтесь в случае чего паническим настроениям, связанным с ослаблением американца. Что касается индекса DAX, честно говоря, хочу отметить, что сейчас на фоне, опять же, актуальных новостных данных, в частности, в пятницу мы анализировали производственную активность индекса PMI, это производственный сектор, ключевой вкладчик для темпов экономического роста ведущий экономико-водительного блока. Если вы следили за этой статистикой, я, правда, не упоминал мое упущение, признаюсь, но это очередной слабый макроэкономический риск, который указывает на слабости и стагнацию всего промышленного сектора. Плюс ко всему, сегодня мы анализировали данные по ИФА. Специально не коснулся этой темы, потому что еще раз отметил, что более объективной статистика у нас является все-таки ЗЮ. На ЗЮ мы уделяем больше внимания, потому что, с точки зрения объективности, это более показательный и демонстрактивный индикатор. Да и ИФА, в принципе, сегодня, если все-таки будем цепляться за этот отчет, также не порадовал. Оценка экономических ожиданий, бизнес-оптимизма подросла, но оценка текущих условий оказалась на минимальном уровне с марта 2015 года. То есть у нас также есть уже полномерная тенденция о снижении этого показателя. И забегая вперед, я хочу сказать то, что считаю, что скандал с Вольсвагеном, он еще не до конца не сконтирован, соответственно, в общей сладости экономике Германии. Стоит еще ожидать по мере исполнения своего долгового обязательства на сумму 18 миллиардов евро немецкого автогиганта холдинга перед американскими, соответственно, американской стороной, которая подала иск. И это в перспективе окажет еще больше давления для темпов экономического роста, соответственно, валютного блока. Ну и Германия здесь не будет исключением. Единственный фактор, вследствие которого DAX может сейчас сохранять повышательную динамику, это все-таки анонс новых мер экономического стимулирования. Но фактического решения мы не получили, поэтому спекуляцию на тему, что эта мера последует, я уверен, пройдет очень быстро, и мы вернемся к прежнему фундаментальному негативу, который позволит нам по DAX делать ставку на оснижение. Что касается драг металлов, еще раз напоминаю то, что по драгоценным металлам я рекомендую даже вам, ну в принципе, сам придерживаясь такой позиции, краткосрочной позиции не заниматься, то есть краткосрочными спекуляциями и трейдингом не заниматься. Это не совсем благодарное дело, потому что сейчас золото, платина, серебро больше реагируют, опять же, на такие серьезные основополагающие, стержневые, фундаментальные составляющие. Для драг металлов, прежде всего для золота и серебра, это, конечно же, разумеется, ФРС с потенциальной силой американской валюты. Поэтому, если я уже отметил возможность увидеть решение, услышать решение, либо, по крайней мере, комментарий касательно того, что ФРС пойдет на ужесточение монетарной политики, значит, это, разумеется, серьезнейший негатив для драг металлов, которые могут то же самое золото отправить даже в район 1000 долларов за унцию. Это, в частности, долгосрочная цель, которая сохраняет свою актуальность, может быть, даже до конца 2015 года. Мы все-таки еще не знаем, как отреагирует рынок на возможность вероятного решения по повышению процентной ставки. Но я рекомендую сейчас все-таки придерживаться большей разгрузки драгоценных металлов и коррекционных ожиданий и целей. Тем более, не забывайте о том, что единственное, что могло, наверное, бы нивелировать те риски, которые имеют место быть против драг металлов, это потенциальный рост уровня инфекционного давления. То есть, даже если мы будем говорить про классическую экономическую теорию, золото всегда поддерживали риски инфляции, потому что хеджеры, институциональные фонды обычно инвестировали в этот актив, опасаясь за, соответственно, сохранность крупных капиталов по причине возможного обесценивания из-за роста уровня инфекционного давления. Но в ходе этого вебинара я уже много говорил про инфляцию. Еще раз повторюсь то, что для большинства регионов это буквально мечта в прямом смысле достигнуть целевого показателя по инфляции. Обычно он 2%, в целом такая медианная оценка, потому что на этом уровне риски того, что потребительская активность будет снижаться, нивелируется. Но вы прекрасно видите то, что в большинстве регионов уровень инфляционного давления не просто не находится даже на положительной территории, он уже ушел в красный сектор. Я думаю, что эта негативная тенденция продолжится дальше. А значит, золото не пользуется спросом и привыкательностью даже в связи с этим исконно традиционным, скажем, фактором интереса к активу. Ну и плюс ко всему, сейчас на рынке очень много более стоящих, интересных с точки зрения инвестирования инструментов. А золото, в отличие от тех же самых облигаций, от активов фондового рынка, даже, скажем, производных финансовых инструментов не может похвастаться никаким доходом, кроме как изменения своей номинальной стоимости. А вот те же самые акции и облигации, они приносят еще и дивидендный доход и, соответственно, процентную ловичку за счет номинального прироста. В общем, моя цель среднедолгосрочная по золоту – это снижение в район 1000 долларов за унцию. Я советую, конечно же, не верить целиком моему субъективному мнению, но все-таки учесть его и, разумеется, попытаться проанализировать перспективы этого актива с учетом действительно актуального новостного фонда. Может быть, не игнорировать те, скажем, комментарии, те факторы, которые я сейчас обозначил. Все-таки золото и серебро нужно продавать. Большое спасибо вам за вопросы. Соответственно, если в рамках недели они еще появятся, вы знаете, то, что их можно задавать на нашем официальном канале на YouTube. Ну и, разумеется, для этого есть новый канал коммуникации, о котором я также говорил. Это ветка на форуме. Жду ваших вопросов и там. Еще раз большое спасибо за внимание, хорошего вам трейдинга, удачной пятидневки и не забывайте о том, что у нас на повестке ФРС и Банк Японии. Будем следить за этими событиями и, разумеется, будем пытаться прокатиться на росте американца против, прежде всего, японского актива. Всего доброго, до свидания.